У меня к вам такой вопрос, что вы хотите оставить после себя? Возможно, вы об этом задумались, возможно, вы об этом на разу не задумались. Но вы задавайте себе этот вопрос, что вы хотите оставить после себя? Детей оставить могут большинство, правда? Потому что для этого большого ума не нужен, даже животные способны к этому. Потому что детей дает, конечно, Всевышний. А вот какие детей ты оставишь после себя? Как ты воспитываешь их? Каких детей ты оставляешь? Это уже другое. Создавая историю, оставьте после себя что-то хорошее. То, что вы могли бы гордиться. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Советы Довлатова» или рубрика «Вопросы Довлатова». У нас есть несколько вопросов, то есть совет и рубрика «Вопросы Довлатова» и так далее. Мы эти все материалы создаем для того, чтобы быть полезным для вас, чтобы это все принесло вам какая-то удача, чтобы вы могли потом в жизни эти вещи практиковать. Я просто делюсь с вами своими опытами, вдруг кому-то этот опыт пригодится в жизни. Сегодня я буду говорить, зачем надо создавать свою историю. И знаете, какая жизнь можно называть хорошая жизнь? Какая жизнь можно назвать хорошая жизнь? Тот, в которой вы живете, счастливей жизнью. Знаете, счастливей жизнью – это тот, который вам удалось жить так, как вы мечтали, хотя бы больше, больше процентов его. Что так, как вы хотели. Когда вы достигаете всей своей мечты, когда вы достигаете своей цели, когда вы реализуете себя. Я читаю, что самая большая трагедия в жизни, самая большая трагедия в жизни, если человек не мог найти свою сильную сторону, не мог реализовать свой талант. По этому поводу отдельный ролик еще буду вам написать, почему необходимо найти свою сильную сторону, реализовать себя. А я сейчас хочу сказать, зачем надо создавать свою историю. Знаете, историю не только читает, история еще пишет. Если вы внимательно посмотрите историю успешных людей, и вы поймете, большинство из них вначале этим не являлись, потом этим стали. Это означает, что человек появляется в этом мире, женщина рожает либо мальчика, либо девушка. Но потом, когда люди умирают, они уходят от жизни кем-то. Либо чемпион, либо ученый, либо успешный. И так далее, и так далее. Поэтому, если вы на это внимательно обращаете внимание, вы поймете этого. У меня к вам такой вопрос. Что вы хотите оставить после себя? Возможно, вы об этом задумались. Возможно, вы об этом ни разу не задумались. Но вы задавайте себе этот вопрос. Что вы хотите оставить после себя? Дом? Машина? Что? Доброе имя? Детей? Или что именно? Знаете, я долгие годы об этом думал. И я постоянно задаю этот вопрос себе. И знаете, это меня очень сильно мотивирует, вдохновляет. Очень сильно. Что я оставляю после себя? Детей оставить могут большинство, правда? Потому что для этого большого ума не нужен. Даже животные способны к этому. Потому что детей дает, конечно, Всевышний. А вот какие детей ты оставишь после себя? Как ты воспитываешь их? Каких детей ты оставляешь? Это уже другое. Это уже намного другое. То есть, просто детей оставить после себя – это одно. А каких детей оставить – это совсем другое. Каких детей ты оставишь – это совсем другое вещь. я расскажу вам то вещи которые меня мотивирует это что мне вдохновляет и вот то что на самом деле мне по душе расскажу вам об этом первое что хочу оставить после себя я хочу 100 образовательные центры построить я хочу оставить после себя 50 книг которые будут продолжать принести пользу большому количеству людям хочу с помощью всевышнего 100 учеников вырастет до уровня миллионера чтобы это мои ученики продолжали продолжали создавать хорошие продолжали делать добро в этом мире продолжали я хочу оставить после себя миллион дерева миллион дерева которые будут плодоносящие прода продолжать давать плоди и возможно их кто-то со временем поменяет и так далее я хочу оставить после себя 100 компаний 100 прибыльной компании дальний момент их у меня 24 но я работаю над тем чтобы со временем по моей цели по моим план стратегия еще лох бог даст к 2002 30 год 100 компаний хочу создать где-то я сам сто процент буду хозяином а где-то доля буду иметь с партнерами выкупать буду доля в разных компаний чтобы было 100 компаний что который позволяет мне достигать еще больше цели стоп прибыльной компании я хочу оставить после себя я хочу оставить благотворительный фонд хороший благотворительный фонд который помогает другими моим планам потом дальше я хочу построить 100 центров сама вот эта школа которая сейчас провожу тренинги обрадает даю по личностному росту по бизнесу так далее 100 таких центров хочу успевать строить постепенно чтобы она стала третье место чтобы люди которые хотят добиться успеха или которые хотят встретиться и общаться с успешными людьми чтобы они могли всегда найти я пойду такое место и кто-то мне могут советовать кто-то могу могу мне показать как делать что делать и следующую вещь которая хочу оставить после себя я хочу оставить после себя 15 хорошо воспитанных детей у меня сейчас 8 детей и я жду 9 я молюсь аллаха чтобы мне было 15 детей я сам 10 ребенок и я очень хорошо понимаю что испытывать ребенок который растет многодетельной семьи это очень хорошо я не хочу что в комментариях что-то писали и так далее об этом это просто то что хочу оставить после себя я хочу оставить после себя два фильма два фильма который после меня останется один из них уже снимается фильм наставник еще 2 я намерение дело что с помощью всевышнего это будут голливуде или где-то нибудь там сниматься 2 я хочу оставить после себя хотя бы одну или две музыкальные албома поскольку меня аллах давал этот талант я умею петь у меня голос хороший неплохой нельзя таланту давать я так считаю это так вот эти те вещи которые апрель для себя то что хочу оставить после себя и правда это то мне очень мотивирует очень вдохновляет поэтому каждый раз когда иногда чувствую что думаю ой давай полежу немножко или давать посплю немножко или давать что-то такое я соберу нет иди к своей цели иди к своей цели чтобы это могло продолжать после тебя я выбрал эти вещи они меня вдохновляют я думаю что вам надо что-то для себя такого определить то то что создает вашу историю это то то что можно могут потом вспомнить про вас такое сдавать себе такой вопрос постоянно что я хочу оставить после себя и тогда вы много себя откроет раскрывать в себе и главное когда вы определить потому что когда вы от жизни уходите конце концов это же результат вашей жизни так это же результат вашей жизни когда вы будете об этом сейчас задуматься зато у вас есть шанс что-то делать они перед смертью задуматься а вот заранее задуматься что и потом успевать что-то ценное делать со своей жизни вот создавая история оставьте после себя что-то хорошее то то что вы могли бы гордиться это то то что продолжает после вас продолжать делать добро продолжать принести пользу почему многие такие цели я выбрал для себя однажды прочитал одну историю в одном своем книге тоже об этом написал однажды человек молится всевишнему и говорит господь господь дай мне жизнь столько столько звезды у тебя на небес на небесах господь говорит нет человек говорит дай мне тогда жизнь столько лет столько песчин есть на земле всевишний говорит нет тогда человека дай мне жизнь столько сколько капли вода в океане господь говорит нет тогда человек говорит господи что я должен делать так чтобы ты удлинял мою жизнь чтобы я так быстро не умер и и тогда господь говорит я тебе дам столько лет жизни сколько учеников ты воспитал если вы посмотрите историю вы видите те людям которые удалось поделиться своим знанием поделиться своим добрым делом эти люди не умрут я убежден что умирает тело наше животное начало умирает наш инстинкт умирает наши животное начало умирает наше тело умирает а человек никогда не умирает человек остаются в сознание людей в памяти людей потому что человек это тот который делает что-то хорошее этой жизни вот его можно назвать человеком человеком можно назвать того, кто смог свою жизнь сделать шедевром и запределить свои собственные нужды или собственные мечты, быть полезным другим людям тоже. Вот этого можно назвать человеком. Человеком надо стать. Поэтому человек не умрет. Умирает, еще раз повторю, кто умирает? Умирает животное начало. Умирает тело. Человек не умирает. Посмотрите, те люди, которые что-то добились, стали реальным человеком. Они в сердцах народа. Их добро, которое сделали тысячелетия, служит людям. Поэтому человек не умирает. Он остается в памяти людей, в сердцах людей. Кто изобрел самолет или лекарство, они не умерут никогда. Потому что они до сих пор принесут пользу. Хотя их нету, их тела нету, но их имена, их доброта, она продолжает давать пользу. Вот такое. Поэтому создайте свою историю и оставьте после себя что-то хорошее. Пишите свою историю. Желаю вам успехов. Теперь внизу в комментариях пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы оставите после себя. Хотя бы задумайтесь об этом. Это будет очень настоящее чудо. Желаю вам успехов. Потом это дело. Прицели, чтобы помогать больше количества людям.